ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 30 июня с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1А» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс-МС-17» по программе Международной космической станции. «Прогресс» доставит экипажу МКС 470 килограммов топлива до заправки, 420 литров питьевой воды в баках системы «Родник», 40 килограммов кислорода в баллонах, а также более полутора тонны различного оборудования для проведения научных исследований. Одни из них – укладка Нейролаб для медицинских экспериментов, материалы коррекция для разработки эффективных средств профилактики изменений костной ткани, укладки Биориск и Константа-2 для исследования сложных белковых соединений и выживаемости микроорганизмов, эксперимент «Пробиовид» для разработки продуктов с иммуномодулирующими свойствами, а также аппаратура «УЭФ-атмосфера» для детального картографирования глобальной структуры ночного свечения земной атмосферы и изучения космической погоды. Стыковка корабля «Прогресс-МС-17» с МКС запланирована на 2 июля в 4 утра по Москве. Отметим, что данный пуск был посвящен 75-летию Ракетно-космической корпорации «Энергия» и уроженцу Республики Чуваши, дважды Герою Советского Союза Андриану Николаеву. На космодроме «Восточный» готовятся к пуску ракеты-носители «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36-ю космическими аппаратами компании «Ванвеб». Группировка спутников на низкой околоземной орбите сегодня насчитывает 218 космических аппаратов «Ванвеб». Низкоорбитальные спутники предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом. Ракета-носитель «Союз-2.1б» создана в РКЦ «Прогресс». По сравнению с вариантом 1А, она имеет улучшенный двигатель на третьей ступени, что положительно сказывается на точности выведения, устойчивости и управляемости. Кроме того, увеличена и масса полезной нагрузки, выводимой на орбиту. Спутники «Ванвеб» выводятся с помощью разгонного блока «Фрегат», созданного в НПО «Лавочкино». «Фрегат» способен в ходе одного запуска с высокой точностью развести аппараты на разные орбиты. Старт запланирован на 1 июля в 2 часа ночи по московскому времени. Следите за нашей прямой трансляцией пуска. На космодроме Байконур заключительный этап предстартовой подготовки многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Космического центра имени Хруничева, а также профильных предприятий «Роскосмоса» выполнили операции по сборке и испытаниям модуля, головного обтекателя и переходного отсека в составе космической головной части. Головной обтекатель предназначен для защиты модуля от силового воздействия аэродинамического потока и нагрева на активном участке выведения. Запуск нового научно-исследовательского модуля российского сегмента Международной космической станции запланирован на середину июля с помощью тяжелой ракеты-носителя «Протон-М». После ввода в эксплуатацию нового модуля российский сегмент МКС получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест, а также проведения научных экспериментов и хранения грузов. Космонавт-испытатель Константин Борисов в блоге «Жизнь космонавта», ссылка в описании, поделился впечатлениями о тренировке в сурдокамере. Это испытание имеет важное значение в изучении личности будущего космонавта, определении его нервно-психической устойчивости к фактору длительного одиночества и раскрытии потенциальных резервов человека при выполнении операторской работы. Ход исследования контролируют специалисты Центра подготовки космонавтов, психологи, инженеры, медицинский персонал. Общение между испытуемым и дежурной бригадой только через компьютерную связь. 64 часа без сна в помещении, без окон, площадью 6 квадратных метров, отсутствие посторонних звуков и связи с внешним миром, постоянный контроль через камеры и микрофоны. По минутам расписана деятельность в течение всего исследования. Главная задача самостоятельно следить за временем, вовремя и без напоминаний заканчивать задание и начинать следующее, и все это с депривации сна. Как говорят космонавты, пережив сурдокамеру, лучше узнаешь себя и обретаешь уверенность в своих силах. Читайте подробнее в блоге «Жизнь космонавтов», а также подписывайтесь на страницы в соцсетях. Российская астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» открыла 18 формирующихся суперскоплений галактик. Об этом рассказали участники миссии на ежегодной встрече Европейского астрономического сообщества. Это открытие с помощью телескопа «Эрозита» сделало еще в первый этап работы «Спектр-РГ», когда инструменты космической обсерватории проходили калибровки. Ученые выбрали небольшую область неба, куда в это время смотрели инструменты, получили ее максимально детальные снимки и попытались найти на них крупные скопления материи, в том числе большие группы галактик. В общей сложности в этой области ученые обнаружили несколько десятков тысяч галактик, испускающих большое количество рентгеновского излучения. Они были объединены в несколько сотен скоплений подобных объектов, которые, в свою очередь, входили в состав 18 еще формирующихся суперскоплений галактик. Астрономы открыли транснептуновый объект, который может оказаться самым крупным небесным телом из облака Оорта из когда-либо обнаруженных. По последним данным, этот объект обладает комой, что указывает на то, что это огромная комета. Ее кодовое название — 2014UN271. Диаметр гигантской кометы может составлять более 200 километров, что является рекордом. Максимальное сближение кометы с Солнцем состоится в начале 2031 года, когда она пролетит между орбитами Урана и Сатурна. На сегодняшний день небесное тело находится на расстоянии 20 астрономических единиц от Земли. Воздушно-космические силы России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк. Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Его бортовые системы функционируют в штатном режиме. После выведения на орбиту спутнику присвоен порядковый номер «Космос-2550». Это уже второй пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2021 году. Стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме «Восточный» планируют полностью перевести на использование нового топлива к февралю 2022 года. Переход на «Нафтил» является частью программы модернизации ракеты, которая позволит уменьшить вредные выбросы и заметно увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку. «Нафтил» — экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок. Интересное видео, как образуются звезды. Проект «Старфордж» моделирует газовое облако массой в 20 тысяч раз больше массы нашего Солнца. В ролике «Газовое облако размером около 50 световых лет» начинает сжиматься под действием собственной гравитации. Через 2 миллиона лет формируются первые звезды. Затем молодые массивные тела выбрасывают струи, вещества или джеты. В нашей галактике Млечный Путь таких регионов звездообразования множество. Ближайшие к нам находятся в туманности Ориона. 50 лет назад, 29 июня 1971 года, экипаж корабля «Союз-11» успешно завершил экспедицию на первую в мире пилотируемую орбитальную станцию «Салют-1». 30 июня «Союз-11» произвел расстыковку и начал спуск с орбиты. При входе в атмосферу после разделения отсеков произошла нештатная разгармитизация спускаемого аппарата, после чего связь с экипажем прервалась. Спускаемый аппарат приземлился в заданном районе, однако экипаж был обнаружен поисковой группой уже без признаков жизни. Один из двух вентиляционных клапанов корабля был открыт. Космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли. Комиссия, расследовавшая причины трагедии, пришла к выводу. Клапан открылся раньше времени при разделении отсеков на высоте более 150 километров. Подполковнику Георгию Добровольскому, бортинженеру Владиславу Волкову и инженеру-исследователю Виктору Пацаеву присвоили звание Героя Советского Союза посмертно. Спиральная галактика Месье-99. Эта фотография охватывает область размером более 70 тысяч световых лет. Найти ту галактику можно в созвездии Волоса Вероники. Расстояние до этого звездного мегаполиса около 50 миллионов световых лет. Разноцветный Скорпион Автор Стефан Лэнс снимал эту впечатляющую космическую картину на протяжении 17 часов в условиях темного неба и с применением узкополосных фильтров. Справа изображение по диагонали пересекает часть плоскости нашей галактики Млечный Путь. В ней видны огромные облака из ярких звезд и длинные волокна из темной пыли. В левой части картинки вертикально поднимается полевая полоса, известная как Темная река. Желтая туманность окружает ярчайшую звезду созвездия Скорпиона Антарес. NGC 6888 Известная также как Туманность-Полумесяц, космический пузырь диаметром около 25 световых лет, надутый ветром от центральной яркой и массивной звезды. Общая экспозиция составила более 30 часов. Звезда в центре туманности сбрасывает внешнюю оболочку, которая сопровождается сильным звездным ветром. Туманность-Полумесяц находится в созвездии Лебедя на расстоянии 5000 световых лет от нас. Присылайте ваши астрофотографии и вопросы о космонавтике астрономии на tvsobaka.tvroskosmos.ru И до встречи в космической среде! Продолжение следует...